МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известно, что задержаны были три женщины, две сестры в возрасте около 30 лет и подросток. По данным телеканала, задержание проводилось в доме, который не является местом жительства кого-либо из предполагаемых убийц. Я напомню, что в среду, 22 мая, возле военной казармы в лондонском районе Вулич, двое злоумышленников, являющихся предположительно исламистами, убили военнослужащего, одетого в футболку с призывом помочь ветеранам. Сначала подозреваемые сбили мужчину на своем автомобиле, а затем нанесли ему множественные ножевые ранения. А в ночь на четверг в столице Швеции, в Стокгольме, продолжаются столкновения. В знак протеста против действий полиции молодежь подожгла ресторан и около 40 автомобилей. Протестующие также бросали камни в полицейские, трое из них пострадали. Протесты распространились городом после инцидента в одном из районов города, где проживают мигранты. Через несколько дней после того, как там полиция застрелила 69-летнего мужчину, вооруженного мачете. Активисты обвиняют полицию в расистском поведении, что сами правоохранители воспринимают скептически. Апол Маккартни вступился за участницу группы «Поси Райт», которая объявила голодовку, находясь в колонии в Пермском крае. Она пошла на этот шаг в знак протеста против того, что суд отказался доставить ее на заседание, где решался вопрос о ее условно-досрочном освобождении. И даже несмотря на такую поддержку мировой звезды, российский суд все же принял сторону прокуроров и отказался досрочно освободить Марию Алехину, отклонив таким образом ее ходатайство. Суд проходил без участия самой Алехиной и даже ее защиты. Ну а теперь к событиям Украины. Верховная Рада поддержала закон о введении уголовной ответственности для уполномоченных представителей юридических лиц в рамках плана действий о либерализации визового режима с Евросоюзом. В частности, законопроект поддержал 301 народный избранник. Принятые изменения касаются Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, законов об основаниях противодействия и предотвращения коррупции и обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. В частности, в документе содержится перечень преступлений для уполномоченных лиц вместе с основаниями для освобождения юридических лиц от выполнения норм. Примечательно, что для нетяжких преступлений предусмотрено наказание в 3 года лишения свободы, для средней тяжести 5 лет и 10 лет для тяжкого, 15 лет для особо тяжкого преступления. Также с сегодняшнего дня все высшие учебные заведения Украины были подключены к единой электронной базе по вопросам образования, с помощью которой абитуриенты могут подавать документы в электронном виде. Вузы первого и второго уровня аккредитации не были подключены к этой системе. В этом году подключены все вузы. Более 1100 вузов, которые зарегистрировались, они уже подключены к ЕГБО. Имеют свои ключи и операторов. Это заявил главный специалист Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Януш. Он также заметил, что условия поступления не сильно изменились для абитуриентов. А посол Европейского Союза в Украине Ян Тамбинский и посол США Джон Тефт поговорили с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в ЦКБ номер 5 Укрзалезницы. Разговор их длился приблизительно 2,5 часа. Об этом сообщил на брифинге после встречи Тамбинский. По его словам, они обсудили как вопросы состояния здоровья Тимошенко, так и политические вопросы. В частности, Тимошенко поделилась своим мнением по поводу отношений Украины с Евросоюзом и другими государствами. Кроме того, дипломаты смогли пообщаться с врачами ЦКБ номер 5. Тамбинский отметил, что Тимошенко поддерживает подписание соглашения об ассоциации Евросоюза в конце этого года. Тефт также добавил, что всю полученную информацию дипломаты передадут своему руководству. И на основании этого будут делать дальнейшие выводы. Ну и еще о событиях города Харькова. На таможенном посту Гоптовка сотрудниками таможни совместно с пограничниками пресечена попытка незаконного вывоза из Украины историко-культурных ценностей. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной таможни. По данным таможников, вчера 22 мая около 17 часов вечера в зону таможенного контроля таможенного поста Гоптовка в направлении из Украины в Российскую Федерацию въехал автомобиль под управлением гражданки России с двумя пассажирами. При устном декларировании граждане заявили, что не везут ничего запрещенного. Однако во время проведения совместного с представителями пограничной службы досмотра багажного отделения автомобиля в спортивной сумке под личными вещами были обнаружены 6 икон с признаками старины, альбом с марками и денежными банкнотами. При дальнейшем осмотре салона автомобиля были обнаружены 2 иконы с признаками старины и завернутые в платок 2 ордена Отечественной войны, медали и значки, а также монеты с признаками древности. Обнаруженные предметы принадлежали одному из пассажиров, который вывозил их как семейную ценность. Это все говорится в официальном сообщении таможенников. Ну а какими еще событиями сегодня жил Харьков, Украина и целый мир, смотрите на нашем сайте. Робинзон ТВ всегда информирует вас о всем происходящем, поэтому оставайтесь с нами.